Всем здарова, с вами Рикки. Сегодня я с вами поделюсь интересными скриптами, которые мы сделали вместе с фадажей. С помощью них вы сможете быстро узнать 3D координаты любой точки и в два клика расставить свет. Также в конце туториала я вам покажу, как сделать вот такую красивую сцену. Сразу предупреждаю, перед тем как смотреть этот туториал, вы должны посмотреть мои прошлые туториалы и по ним научиться рекать слои, научиться импортировать хлое камеру в АЕ и разобраться с тем, что такое XR Adapt и как он работает. Без этих знаний данный туториал вам не понять. Начнем с первого простенького скрипта, который называется 3D Point Triangulator. Жмем на кнопку релизы, качаем скрипт и перекидываем его в папку ScriptUI Panels. Чтобы открыть скрипт, жмем на Window, листаем в самый низ и выбираем 3D Point Triangulator. Появившуюся менюшку можно закрепить в нижнем правом углу. Вот таким образом. Чтобы с помощью этого скрипта узнать 3D координаты точки, для начала нужно, как ни странно, зарекать саму игру и хлое камеру. Как это сделать, я подробно показывал в этом туториале. Но на всякий случай быстренько покажу еще раз. В моем конфиге выбираем нужные слои для записи. Один Abnormal – это обычный слой игры. И камера – это хлое камера. Рекаем. В папку зарекается слой с игрой и файл, который хранит координаты камеры. Чтобы превратить такой файл в камеру для After Effects, нам потребуется hli-cam.io-скрипт. Переходим на официальный сайт и качаем последнюю версию. Этот скрипт кидаем в папку script.ui.panels, после чего перезапускаем IE. Импортим наш слой, создаем для него отдельную композицию, открываем hli-cam.io-скрипт и импортим нашу камеру. Готово! Камера успешно импортирована. Чтобы проверить ее работоспособность, можно создать, к примеру, Solid, сделать его 3D-объектом и отодвинуть немного вперед. Как видите, он идеально притречился. А значит, камера работает исправно. Но у нее есть один большой недостаток. Она не создает трекпоинты. Без них определить точные координаты объектов очень тяжело. К счастью, 3D-поинт Triangulate избавляет нас от этой проблемы, потому что с помощью него мы запросто сможем вычислить 3D-координаты прямо в IE. Чтобы это сделать, нажмите на плюсик. Заспаунится два солида. Выберите тот, который называется Extractor Controller и проанимируйте Location. Поставьте курсор на точку, из которой вы хотите извлечь координаты, немного отмотайте видео и снова поставьте курсор на эту точку. Количество кейфрэмов должно быть равно двум. Если вы сделали все правильно, то на вашей точке появится Solid с точными координатами. Но сразу скопировать вы их не сможете, потому что на Solid наложен expression. Вместо этого выделите контроллер, выберите нужный вам объект и нажмите Convert to. После этого Solid с expression превратится в выбранный вами объект, с которым вы можете делать, что пожелаете. Когда вы превращаете Solid с expression в обычный Solid, то он сохраняет свои размеры. Если же вы не хотите ничего ставить, то можете удалить экстрактор, выделив контроллер и нажав на крестик. Вот такой прикольный скриптик. У него всего два минуса. Первый. Если камера не двигается, то координаты точки определить не получится. И второй. Если поворот камеры очень резкий, то не всегда удастся понять, куда ставить второй кейфрейм. К вашему счастью, мы с фадажей сделали еще один скрипт, который лишен всех этих недостатков. Для его работы, помимо импортнутой камеры, потребуется еще записать слой с дептом. Получается, выбираем один Abnormal, камера и любой депт. Я выберу 6 депт и XR, потому что XR депт гораздо плавнее и точнее обычного депта. Что это такое и как его использовать, я подробно показывал вот в этом туториале. Отлично! Слои успешно заимпорчены. Теперь можно установить скрипт. Жмем на кнопку релизы и качаем архив. Папку и скрипт с названием 3D Point Depth Projection кидаем в папку Script UI Panels. А плагин Simple Light кидаем в папку Plugins. После этого перезапускаем IE. Чтобы открыть скрипт, жмем на Window, листаем в самый низ и выбираем 3D Point Depth Projection. Появившуюся менюшку можно закрепить в нижнем правом углу. Чтобы с помощью этого скрипта извлечь 3D координаты, для начала нужно выбрать Depth слой и нажать на плюсик. После этого наш Depth слой станет контроллером. Чтобы он правильно извлекал координаты, в категории Depth Settings нужно указать параметры нашего депта. Параметр Black из Near буквально переводится как «Черный цвет близко». На моем депте вблизи находится белый цвет, а не черный. Поэтому галочку я не ставлю. В параметре Far нужно указать расстояние до самой дальней точки депта. Если вы используете обычный депт из моего конфига, то ставьте 4096. Если же вы используете и XR Depth, то значение должно совпадать со значением, которое вы указали в XR Depth. К примеру, если я у XR Depth изменю расстояние до 25000, то в контроллере мне тоже нужно будет поставить 25000. После того, как вы все настроили, просто наведитесь на нужную точку с помощью параметра Project On Point. И на этом месте сразу же появится Solid. Если вы используете и XR Depth и поставили битность проекта на 32, то можете включить автоориентацию. С ней Solid будет клеиться к стенкам. Для обычного 8-битного депта автоориентация работать не будет, так как в нем слишком мало информации. Чтобы на выбранной точке заспавнить объект, выделите Depth for Projection. В менюшке выберите нужный объект и нажмите Project. Таких объектов можно заспавнить сколько угодно. После того, как вы все заспавнили, можете скрыть Projected Solid, сняв галочку с Show Projected Solid. А сейчас перейдем к самому интересному, а именно к спавну Simple Light. Указываете нужную точку, выбираете Simple Light, жмете Project, и о чудо, спавнится идеально затреченный свет. Сделано это с помощью Simple Light плагина, который сделал Фадажи. Он позволяет с помощью депта и камеры затречить свет. Впервые об этом плагине я рассказывал аж 2 года назад, вот в этом туториале. В нем я рандомно крутил значение плагина на глаз, из-за чего свет неправильно тречился. Но, к счастью, я набрался опыта и научился делать все правильно. Поэтому теперь Simple Light идеально тречится и излучает красивый свет. Давайте подробнее разберем, как эта конструкция создается. После того, как мы жмем Project Simple Light, наш слой с дептом дублируется и на него накидывается Simple Light плагин. Значения для параметров Black is Near и Far автоматически копируются из нашего Depth for Projection. Напоминаю, Black is Near буквально переводится как черный цвет близко, на моем депте вблизи находится белый цвет, а не черный, поэтому галочка не стоит. В параметре Far указывается расстояние до самой дальней точки депта. Дальше в параметре Fove указывается Fove камеры. Мой экспрессион считывает Fove камеры автоматически, поэтому ничего делать не надо. К параметру Light автоматически привязывается лампочка, с помощью которой вы можете перемещать свет. И наконец Light Range отвечает за дальность распространения света. Это единственный параметр в плагине, который вы можете спокойно изменять. Остальные параметры крутить не надо, потому что они уже автоматически настроены за вас. Если вы их хоть немного измените, то ваш свет будет неправильно тречиться. Так как Simple Light генерирует лишь черно-белую маску, то, чтобы извлечь из него свет, создается Adjustment Layer, который использует Simple Light как люма-маску. На этот Adjustment накидывается CC Toner, который отвечает за цвет света, и Exposure, который отвечает за яркость света. Кстати, цвет Mid-Tone автоматически передается обычной лампочке. Благодаря этому Optical Flayer будут автоматически окрашиваться в нужный цвет, потому что они учитывают цвет обычных лампочек. Хочу вас предупредить, когда вы ставите Simple Light, то After Effects сможет крашнуться. Но не беспокойтесь, скрипт, перед тем, как что-то сделать, всегда сохраняет проект. Так что даже если ваша E крашнет, то прогресс сохранится. Со светом разобрались, дальше идет Solid. Тут все просто, когда вы спавните Solid, то он сохраняет размеры Projected Solid. Когда вы спавните Keyframes, они сохраняются в категории Collected Keyframes. Их можно скопировать, к примеру, в Solid. Вот такая фигнюшка получилась. Думаю, вы сможете найти более интересное применение. Дальше идет 3D плюс 2D 0. Эта штука спавнит 3D 0, к которому привязан 2D 0. Если мы будем перемещать 3D 0, то 2D 0 будет автоматически перемещаться вместе с ним. Эта штука полезна для трекинга кастомных флееров. К примеру, у меня есть картинка звезды. Если включить эти кнопки и привязать картинку к 2D 0 вот таким образом, то картинка притречится к этому 2D 0. Чтобы переместить картинку в центр 2D 0, выставьте ей позишн на 0. Готово, флеер затречен. У этого способа есть небольшой минус. Если 3D 0 находится за пределами камеры, то 2D картинка может продолжать отображаться на экране. Чтобы это исправить, просто проанимируйте opacity. А сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы 3D слой всегда смотрел в камеру. Для начала переключите 2D слой в 3D, нажав вот сюда. Иконка куба означает, что слой 3D. Как видите, картинка стала черной. Это происходит из-за того, что по дефолту яркость 3D слоя зависит от лампочек. Чтобы сделать так, чтобы яркость слоя не зависела от лампочек. Нужно зайти в его свойства и переключить Accept Lights и Accept Shadows на Off. И наконец, чтобы заставить 3D картинку смотреть в камеру, нажмите по ней правой кнопкой мыши, кликните Transform, Auto Orient, и здесь выберите вот эту штуку. Готово! Теперь Rotation по осям X и Y будет автоматически крутиться так, чтобы 3D слой всегда смотрел в камеру. В случае с персонажем это выглядит нереалистично, потому что его ноги отрываются от земли и кажется, что он летает. Для такого случая лучше использовать Expression, который будет крутить картинку только по оси Y. Дублируем наш 3D слой и отключаем на нем автоориентацию. После чего копируем этот Expression, выбираем Y Rotation, удерживая Alt кликаем по этим часам, чтобы создать Expression и вставляем скопированный Expression. Теперь персонаж будет смотреть в камеру, но при этом его ноги не будут отрываться от пола, что выглядит гораздо реалистичнее. А теперь поговорим про дополнительные функции, но для начала расставим немного света. Первая функция это LinkBake. Она позволяет быстро изменить позицию объектов. К примеру, я хочу изменить позицию этих лампочек. Для этого нужно выделить эти лампочки и Depth for Projection, после чего нажать кнопку Link. Создастся контроллер, в котором вы сможете выбрать новые координаты для этих лампочек. После того, как вы расставили объекты, нужно будет применить изменения. Если вы этого не сделаете, то лампочки не затречатся. Чтобы применить изменения, в контроллере нужно выделить нужную лампочку и нажать Bake. Как видите, я применил изменения для зеленой лампочки и она затречилась. Если вы хотите применить изменения сразу ко всем лампочкам, то просто выделите контроллер, не выделяя конкретные лампочки и нажмите Bake. Тогда все лампочки затречатся, а контроллер удалится. Вторая функция это Merge Depth. Она позволяет объединить депп слои. Вот у нас есть три симпл лайта. Чтобы их объединить, их нужно выделить и нажать кнопку Merge Depth. После этого образуется черный Solid, к которому привязаны все эти симпл лайты, и Adjustment Layer, который использует объединенный депп как Luma маску. Если вы хотите отключить один из симпл лайтов, то отключите или удалите Blend Effect. Если вы хотите добавить симпл лайт, то продублируйте blend эффект с помощью Ctrl плюс D и выберите здесь нужный симпл лайт. Так как объединенный депп использует ссылки, то вы можете спокойно изменять симпл лайты, и все изменения автоматически будут отображаться на объединенном депп очень удобно. В конце как и обещал я с вами поделюсь своим проектом. Получается было вот так, а стало так. Ничего сверх естественного я тут не делал. Просто добавил розового тинта, затемнил крышу, заменил небо, добавил симпл лайтов, некоторые из них объединил, сделал маски для лампочек и добавил на них Deep Glow, добавил Optical Flayer и накинул парочку других мелких штук. Если вы хотите более подробно изучить этот проект, то заходите в мой телеграм-канал. Там я оставлю бесплатную ссылку на скачивание проекта вместе со всеми клипами. На этом все. Если туториал оказался для вас полезным, то можете поддержать меня на бусте. Буду благодарен. Если же вы что-то не поняли, либо нашли баг, то заходите на мой дискорд-сервер, я вам обязательно помогу. Еще увидимся!